Ну что, в очереди. Начинаем. Это называется, выходим из зала, да, в свободном состоянии. Да выйди, мы тебя здесь обнимем, все выйдем отсюда, выйдем. Не на камеру, а то это будет сейчас. Почему наоборот? Значит, да, что я хочу сказать по факту. Значит, во-первых, я безусловно удовлетворен тем, что эта безумная ракобесия закончилась. Поскольку все то, что творилось последние 8 лет, особенно в связке с нашим героем Сафроновым, вы все сами слышали, на чем основано обвинение, то есть по всем пунктам оправдания, причем безапелляционное оправдание, как я и говорил, там более 150 свидетелей, ни одного в пользу гособвинения не свидетельствовало. То, что касается исчезнувших, значит, похищенных типа трех картин, которые у меня в кабинете пропали, у меня же, не так, у меня в кабинете хранились в течение трех месяцев, у меня в кабинете пропали, и у меня же в кабинете были найдены, то есть по сути, фактически, получается, что похищенные, значит, мат-ценности, стены кабинета никуда не, в итоге не покинули. То есть каким образом они были похищены, куда их кто уносил, чего, то есть сделать выводы на основании того, что на целлофановых пакетах в моем кабинете найденных были обнаружены мои отпечатки, ну это глупо. В моем кабинете мои отпечатки есть везде, абсолютно, в том числе на пакетах, на скотчах и тому подобное. Далее, как я неоднократно говорил о том, что в течение всего уголовного дела Сафронов сопровождал его личным участием. Более того, он руководил как следственными органами, так и органами прокуратуры через своего товарища, фамилию, имя и отчество, которого я называл. Безусловно, суду было невероятно тяжело принять сегодня иное решение, в том числе и потому, что в течение данного судебного процесса на Сафронова была угроза возбуждения уголовного дела дважды. Первый раз, когда он продал вещдок, который был передан ему на ответ хранения. Вторично, когда он был уличен в неуплате налогов, предоставив материалу уголовного дела свою официальную декларацию на 4 миллиона рублей за 2016 год. При этом он везде себя позиционирует, как очень богатого человека, миллиардера, одна квартира у него стоит чуть ли не 2 миллиарда рублей в Брилсовом переулке 17, но при этом Сафронов активно везде декларирует и из года в год подает официальные отчеты нынешнему нашему уже премьер-министру Мишустину, который был у нас недавно главой налогового ведомства, о том, что его годовые доходы не превышали 3-4 миллиона рублей. На этом фоне можем сделать вывод, где правда. Это был второй эпизод, когда Сафронова можно было привлечь к уголовной ответственности в рамках этого уголовного дела. Ну и, наконец, третья ситуация. Если бы сегодня суд принял решение в пользу моего полного оправдания по всем эпизодам, то товарищ Сафронов Никас Степанович однозначно сразу угождал на скамью подсудимых по уже третьему эпизоду заложенный до нас. Естественно, что, значит, почетный гражданин Ульяновской области оказаться на скамье подсудимых после стольких долгих лет, значит, тех этих стенаний, но это верх, это смерть вообще. Для Сафронова это гибель, все, однозначно, в этот же день. Поэтому я не сомневаюсь вообще, что те усилия и действия, которые он предпринимал последние дни перед решением суда, дались ему дорого. Далее. Безусловно, я хочу сказать, что самые ценные моменты для меня, как для руководителя госучреждения, которым я являюсь много лет, естественно, был не Сафронов. Сафронов, как я уже сказал, это мракобесие, не более того. И сегодня, кстати, у меня появляется возможность вести о Сафроновой речи более свободно на всяких телешоу а-ля Андрея Малахова. Что я обязательно буду делать? Выводить этот мега-мошеннический проект 20-21 века на чистую воду. Для меня, безусловно, важно было то, что я, как руководитель госучреждения, полностью свою честность и свою невиновность доказал. Суд оправдал меня по всем тем эпизодам, которые меня действительно беспокоили. Я до начала оглашения приговора, значит, вам также сказал, что все вот эти вот эпизоды, связанные с мошенничеством, они были специально приклеены паровозом, органами следствия, для придания данному делу хоть какого-то реализма и здравого смысла. Поскольку вести речь о хищении картин Сафроновой изначально, это уже, знаете, ирония такая. Мы все видим бесконечно возникающие ситуации с участием Сафронова, когда его топят, его вращают, его пытаются запугивать, его там еще что-то с ним все время что-то происходит. Поэтому мой вот этот эпизод, это один из элементов того шоу-бизнеса. Я говорил об этом с самого первого дня. Для меня оправдания по официальным статьям, связанным с моей непосредственной трудовой деятельностью, являются безусловно значимыми. И те картины Сафронова, которые у меня есть в настоящий момент, я планирую сжечь на площади Ленина, прилюдно. Облетит бензином и сжечь. И устроить из этого флешмоб. Жгем картины Сафронова. Сафронова напечатанные на принтере и раскрашенные на некими мальчиками из Суриковского училища. Но это будет чуть позже. А пока нас ждет еще дальше борьба, безусловно, потому что я рад уже тем, что я на свободе имею возможность дальше бороться за свое честное имя. Когда снова же мы заходили в здание суда, я сказал, посмотрим в каком статусе мы выйдем после окончания заседания. Мы выходим в статусе свободного человека, пусть и с некими ограничениями. Повторяюсь, что это дает мне возможность дальше продолжить активно защищать свое имя как в судебных заседаниях, так и в различных телешоу.